здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такой вот жилетик с интернета фотография мы ее нашли с каринкой и она захотела каринка это дочка моего мужа она захотела себе вот такой вот жилетик девчонки точно рассказывать не буду потому что как видите этот жилет связан очень толстыми нитками и поэтому количество петель тут как бы может варьироваться во вторых не буду рассказывать потому что детки разные каринка у нас полненькая поэтому там жилет получился такой как я на себя могу одеть поэтому рассказываю принцип как бы по какому принципу я вязала вы уже определитесь там сложного абсолютно ничего нет главное знать как вязать капюшончик и основную деталь и все и вы свяжете уже в зависимости от того какие у вас ниточки будут спицы и свяжите ребеночек какого возраста то есть это можно связать на малюсенького ребеночка на побольше ребеночка поэтому рассказываю вам сам принцип вязания значит основное полотно я вязала целиком то есть набрала вот здесь у 150 петель и вязала до проймы как мы видим вот здесь вот видите пройма тут видно у девчоночки она длинная но потом мне пришлось ее зашить потому что карине не понравилось то есть поэтому не буду говорить сколько здесь вот длина до проймы это вы уже тоже определите по своему ребенку вот ровным таким полотном я это все дело вязала вот моя схемка 150 петель потом разделила я эти петли по принципу видите 40 и 40 на полочке чтобы был как бы запах и 70 петель на спиночку то есть разница в 10 петель которые у меня ушли на этот запах далее провязала я до момента горловины закрыла 10 петель потом еще 10 в каждом втором ряду по одной петелечки вот они и 20 рядов провязала без изменений осталось на спицах у меня 20 петель ваше количество может варьироваться вот вот здесь вот убавлено у меня 10 петель когда буду буду объяснять капюшон объясню вам еще один нюанс здесь на одинаковым просто ровно на одном уровне закрыла петелечки и вторую полочку зеркальном отражении связала капюшончик 110 петель у меня было мерила я как обычно вы же знаете я вязала основную деталь потом по основной детали определила сколько мне петель нужно по капюшону то есть я эту уже деталь приложила к голове так сейчас мы вот наш скос вот то что я говорила вот здесь вот у меня скос тоже в каждом втором ряду по одной петли 10 раз то есть вот эта часть должна эта часть должна соответствовать части вот этим 10 ой вот этой как бы закрытой то есть по величине это должна соответствовать и на капюшоне эти 10 петель должны соответствовать 7 10 петлям на капюшоне чтобы капюшончик у нас хорошо садился вот вот так вот она у нас тут должно соответствовать то есть быть идентично то есть вот эти 10 петель и вот это расстояние пусть у вас там не будет будет не 10 петель вот здесь вот и не 10 здесь а будет допустим 5 и и 5 если маленький ребеночек но просто оно должно соответствовать друг другу вот у меня здесь 20 рядов 10 петель и 12 рядов еще ровненько эти ровненько как бы до плечи как вот это расстояние далее девчонки что я далее делала я определил высчитала средние 30 петель и вязала как пяточку у нас к я думаю носочки мы вязали все и пяточки вывязывали поэтому вот этот как бы зад капюшона я вязала как пятку по принципу пятки вот здесь вот видно видите то есть уже вязала я только среднюю часть этого капюшона и довязала до полного убавления этих боковых петель он сбоку он там так выглядит и вот наш скос и вот эти 30 петель они уйдут на спинку как бы далее все а еще кармашек кармашек у нас я набрала 25 петель провязала 40 рядов тоже на ваше усмотрение как хотите какой хотите величину кармана так и вяжите так и последний момент тут у другие нитки у меня на ушко но ушко я вязала еще капюшончик а вот с этого как бы не сохранилась потому что мы ночью довязывали эту жилеточку ушка набрала 5 воздушных петель замкнула в кольцо крючком 4 воздушные петли подъема и столбик с двумя накидами девчонки 30 штук конечно я их туда их запихивала из последних сил чтобы была минимальная дырка чтобы дырка там не выглядывала вот и еще два ряда столбиками без накида без добавления без ничего просто по кругу два ряда столбиками без накида в итоге она у нас как был так вот ушечка завернулась вот так если приблизить вот смотрите ушка я его решила как бы за угол вот так вот видите вот здесь вот она зафиксирована сейчас я вернусь и покажу вам на ушки то есть вот здесь я вот ровненько пришила к капюшончику и этот окатик тоже пришила то есть она лежит как бы там на капюшоне поэтому поэтому она держится и стоит видите ну соответственно как пришить капюшон я вам объяснять не буду капюшон пришила пройму видите вот здесь вот была она такая длинная она не захотела зашили мы пройму пришила кнопочки невидимые и получилась вот такая же леточка в принципе вот видите единственное отличие как бы в том что пройма не такая но изначально я ее вязала как на фотографии кармашки пришила ушки пришила капюшончик пришила шила боковые швы вот в принципе и все я думаю что получилось то что то что я хотела ну карина довольно как слон вот изначально была как бы такая жилеточка и получилась у меня такая девочка полненькая поэтому вот так вот но довольная а с вами была вика школа рукоделия всем пока пока викашончик